Свой визит в поселок Володарского глава муниципалитета Алексей Спаский начал с осмотра нежилых помещений, которые в прошлом году поселение получило в собственность. Речь идет о почти 730 квадратных метрах, и эта площадь позволяет разместить сразу несколько объектов. Это зал почта, туда дальше служебное помещение почтовое. Я думаю, даже более интересно будет у нас соседнее помещение, которое изначально предназначалось под размещение офиса врача общей практики. А в последнее время по договоренности с ВРКБ планировали под расширение нашей амбулатории. А по соседству будет опорный пункт полиции и отделение МФЦ. Уже совсем скоро они распахнут свои двери. Не откладывается в долгий ящик и вопрос с новым зданием для детской школы искусств. Это, а также ситуация с переселением из аварийного жилого фонда на контроле у Алексея Спаского. Проблем нерешаемых или проблем таких системных я там не увидел. Да, есть большая потребность именно в культурно-досуговом учреждении, в школе искусств, которые говорят. Но под него есть земельный участок. И, в общем-то, этот вопрос мы будем отрабатывать. Есть вопрос по переселению Ветхого, ну или по факту уже аварийного жилого фонда. Тут тоже будут поручения имущественному нашему блоку, чтобы с жителями отработать на предмет их желания и готовности переселиться в другой какой-то населенный пункт. Побывал глава муниципалитета и на инженерных объектах Володарки. В 2018 году здесь были построены новые очистные сооружения. Мы сумели добиться очень хорошего результата по качеству стоков. В области мы, наверное, являемся одним из лучших объектов очистки воды. А вот в поселке Петровское, который стал следующим пунктом визита, проблема с сетями – одна из первоочередных. Есть системный вопрос как-то изношенности сетей, состояние жилого фонда, потому что можно ремонтировать, конечно, фасад, но надо понимать, что внутренние инженерные сети все равно изнашиваются, это надо ремонтировать. Есть вопрос с водозаборным узлом, который спроектирован, находится в экспертизе и на 20-21 годы в программе стоит с финансированием. При этом глава отметил, что внешнее благоустройство здесь на приличном уровне. На текущий момент сделан капитальный ремонт всех многоквартирных домов Петровского. Тем не менее, в поселке, это бывший военный городок, остались полуразрушенные здания, судьбу которых еще предстоит решить. Посмотрел Алексей Спаский и места для будущей школы. Сейчас в Петровском среднего общеобразовательного учреждения нет. Здесь откадастрирован земельный участок под общеобразовательную школу, потому что школа на сегодня только начальная. И чтобы детишки не ездили в город Видное, хотелось бы, чтобы школа здесь работала. А по соседству с этим участком два года назад был построен стадион, который стал местом притяжения для юных жителей поселка. Единственный нюанс – он до сих пор не освещен. Эту проблему власти пообещали устранить в самое ближайшее время. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.